Всем привет! Меня зовут Напольская Ксения, я преподаватель биологии, и сегодня я расскажу вам про грибы. Точнее, о том, как они изменили ход нашей истории. И речь сегодня пойдет про паразитический гриб спорунью. Вот, спорунья выглядит так. Спорунья паразитирует на ржи. Вот эти черные рожки, которые вы видите, это плодовые тела. Плодовые тела нужны для того, чтобы образовывать споры, и споры – это способ размножения у грибов. Но в этих плодовых телах у споруньи содержатся алкалоиды. Алкалоиды – такие вещества, которые отравляюще действуют на наш организм, вызывают спазмы гладкой мускулатуры и галлюцинации. Итак, если из таких рожек, из такой ржи, зараженной споруньей, приготовить муку, а из этой муки хлеб, и этот хлеб потом употребить, то произойдет отравление. Алкалоиды не разрушаются при термическом воздействии. И, соответственно, вызывают заболевание антонов огонь. Это спазмы гладкой мускулатуры и галлюцинации. При длительном употреблении такого хлеба, то есть если вы на протяжении нескольких лет такой хлебушек кушаете, то все достаточно печально. Наступает сухая гангрена, отваливаются конечности, болезненное огненное состояние в конечностях, и постоянные-постоянные галлюцинации. Более того, галлюцинации такого рода, смотрите, то, о чем люди говорят, о чем думают в данный момент, то есть мозг работает конкретно над какой-то проблемой, то они начинают видеть. И, соответственно, в средние века это сыграло с нами, с нашей цивилизацией злую шутку. Потому что посевы массово были заражены спрыньей, люди не знали об отравляющем действии спрыньей. Более того, мука, которая получалась из зараженного спрыньей хлебом, она лучше поднималась, и говорили, хлеб спорится, спрынья спорится. То есть вот это тоже неспроста. И знания о том, что это вызывает отравление, не было, поэтому люди ели этот хлеб и видели много чего. В тот момент большое влияние играла церковь, и, соответственно, все вот эти разговоры о боге, дьяволе, ведьмах, духах и так далее, они вызывали галлюцинации именно того, о чем люди говорили. И, соответственно, это и подкрепляло их веру. Ну, конечно же, вы будете верить в дьявола, ведьм и духов, когда вы с ними регулярно разговариваете. А регулярно вы с ними разговариваете, потому что вы постоянно кушаете хлебушек, зараженный спрыньей. Вот такие дела. Отсюда крестовые походы, отсюда инквизиция, борьба, охота на ведьм и так далее, и так далее. Я, конечно, не утверждаю, что спрынья и грибочки являются основной причиной всех этих ужасов Средневековья. Конечно же, историки вам расскажут массу действительно важных и реальных причин, но спрынья и массовые отравления были точно катализатором всех этих процессов. Подробно про это можно почитать в книге «Спрынья и христианство». Ссылка в описании. Поверьте, после этого ваш мир не будет прежним. Вы посмотрите на историю немножечко другими глазами. Посмотрите, что многое можно объяснить биологическими процессами. Достаточно много доказательств этому, то есть описанных в литературе. Это и ведьминные корчи, пляски святого вида, сухая гангрена конечности и так далее, и так далее. Поверьте, это стоит сделать. Вот такие дела. Так что очень многие вещи, которые происходят в нашем мире, можно объяснить с позиции биологии и биологических процессов. Это очень круто. Так что понравилось? Ставь лайк, подписывайся на канал, я буду много чего такого рассказывать. Делись с друзьями и, конечно же, приходи на курс, потому что там у нас не только сухие факты и сухая подготовка к ЕГЭ, но периодически мы ее разбавляем чем-нибудь интересненьким и классным. Так что пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok